Стоится круглый стол на тему «Новая ведическая Русь». Если у вас в процессе круглого стола возникнут какие-либо вопросы, вы можете написать их на бумаге и дать служителям, которые будут стоять у сцены. И в конце круглого стола участники постараются ответить на все ваши вопросы. А сейчас я представляю ведущего круглого стола Илью Куриленко. Я приветствую всех собравшихся в этом зале на нашем круглом столе, тема которого «Новая ведическая Русь». Прежде чем вызвать участников круглого стола, я хотел бы сказать о главных темах и вопросах, которые будут затронуты в процессе нашего сегодняшнего круглого стола. Понятия «русская культура» при коммунизме как таковая не существовало. А после распада коммунистической идеологии и системы в стране возник культурный вакуум, мировоззренческий и ценностный хаос. Были утрачены базовые смыслы человека, социума, и они не восстановлены до сих пор. Проблема национальной культурной идентичности ставит перед нами задачу поиска своей национальной идеи. И такая идея есть. Согласно многолетним исследованиям ученых, историков Индии и России, некогда на территории нашей страны существовала высокоразвитая цивилизация Ария. У Ария была высокая духовная культура, которую сейчас принято называть санскритским термином «Саната Надхарма» «Извечный закон» или просто «Видической культурой». Почему именно «Видической»? Потому что в ее основе лежали беды, мистические знания, откровения, полученные от святых мудрецов, пророков Риши. Поэтому мы связываем возрождение русской культуры с ее ведическим наследием и говорим о важности возрождения духовных знаний и традиции Арии Футаславов как коренной традиции России. Участники нашего круглого стола являются профессиональными деятелями в разных областях знания и науки, и мы попросили их раскрыть с разных сторон, какие предпосылки есть для распространения этой культуры, насколько важно влияние она может оказать на современное общество и что она может ему дать. Итак, на сцену мы приглашаем участников нашего круглого стола. С вами Вишну Девананда Гириджи Махарадж, настоятель монастыря Академии Йоги «Собрание Тайм», русский мастер традиции Адвай-Дивиданты, Махамандалишвар Ордена Джуна Акхара, инициатор возрождения и философии, идеологии арийской ведической нации. Волк Богумир Миколаев, доктор ведического богословия, проректор Академии правь, глава славянского училища родноверия Сурья, Пандиджи Гаджол Шастри, Брамин, доктор философии, астролог, ведический ученый, посвятивший много лет взысканиям, связанным с аристой цивилизацией на территории России. Семейников Валерий Владимирович, врач-психотерапевт, писатель, основатель фонда школы здоровья и ракост. Смирнов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, религиовед, член научно-методического совета по религиоведению общества знания Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Смыслы и ценности, которые преобладают в обществе, формируют дальнейшее развитие социума и государства, определяют основные тенденции в образовании и воспитании подрастающего поколения, закладывают фундамент для дальнейших прогнозов развития во множестве сфер, научной, культурной, общественно-политической и экономической. Человек очень сильно от него зависит от внешней реальности и идеологии, которая доминирует в социуме общественного мнения и образования. Наше общество светское, то есть оно видит свою прерогативу в материальном достатке и также его развитии. Из-за этого страдает духовная, человеческая составляющая, потому что нет более высоких целей существования. Неопределены векторы направления для дальнейшей эволюции, чтобы ситуация изменилась в России. Нам нужно прилагать усилия, создавая свою собственную, русскую духовную культуру. Насколько общество решает эти вопросы и проблемы, в настоящее время возникающие как сексуального характера, так и других областях, и какое место в этом занимает религия, духовные знания, мы попросили рассказать доктора социологических наук и религиоведа Михаила Юрьевича Смирнова. Михаил Юрьевич. Наверное, был бы слишком самонадеян, если бы претендовал на то, чтобы дать какую-то общую картину состояния российского общества, культуры, его духовной жизни. Пока это не под силу всему научному сообществу, да и ненаучному тоже. Поэтому я не притязаю на такое обобщение, а скорее позволю себе поделиться с присутствующими некоторыми наблюдениями и соображениями, которые занимают меня и как ученого в области социологии и религиоведения, но и как гражданина России, живущего в своей стране, которому небезразлично происходящее. Я сформулирую свои размышления в виде нескольких развернутых тезисов. Вот тезис первый. Вопреки расхожим утверждениям о кризисном состоянии современной российской жизни, причем о кризисах во всех областях, что свидетельствует якобы о грядущей катастрофе, я считаю, что никакой катастрофичности у нас сейчас нет. А вот проблем действительно много. Однако их наличие только подтверждает, что российское общество живет. Знаете, без проблем прибывает только обитатели кладбища. Во всяком случае, без таких проблем, которые отражаются на обществе. Социологам свойственно смотреть на общество как на целостность, подобное организму. Так вот, организм, испытывающий разные ощущения, в том числе и болевые, это живой организм. А жизнь социального организма означает, что его иммунная система еще не израсходовала свои ресурсы, способность сопротивляться хворим и преодолевать их. Из этого следует важное, на мой взгляд, соображение. Чтобы функционировать во здравии, общественному организму, как мыслящему существу, крайне необходимо понять, во-первых, причины и характер периодически возникающих расстройств своего социального тела, и во-вторых, объем содержания собственных ресурсов, противостояния расстройств, их преодоления и благополучного существования. Отсюда второй тезис. Как ученый, сформировавшийся на понятиях материалистического мировоззрения, многие из которых разделяю по сей день, я мог бы рассуждать об экономических или социально-классовых проблемах современного общества, но ставить на них главный акцент в данном случае я не буду. Прежде всего потому, что любые материальные основы общественного опыта имеют необходимым свойством то или иное мировоззрение, идеи, интуиции, осознанные или неосознаваемые духовные потребности. Без попытки вникнуть в эту взаимообусловленность материального и идеального, дальнейшее рассуждение бесполезно. Если с этой точки зрения это современное российское общество, то нельзя не заметить некоторую необычность переживаемого нами времени за последние четверть века. Суть в том, что впервые в истории государства российского мы живем при отсутствии какой бы то ни было мета-идеологии, при отсутствии обязательной идеологии. Напомню, что по статье 13 нашей Конституции в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, причем никакая идеология не может останавливаться в качестве государственной или обязательной. Это статья 13 Конституции. Но мы живем и при отсутствии общественного согласия в том, нужна ли вообще какая-либо единая идеология. Если да, то какая именно? На какой мировоззрение снижение основы? Я отмечаю это исключительно в порядке констатации, не утверждая, плохо или хорошо такое положение. К нему, как ни относись, оно и есть непреложный факт российской действительности. Очень многих людей в России этот факт крайне не устраивает. Из чего следуют постоянные инициативы, утверждения в стране чего-то всеохватного, на вроде национальной идеи, у нас даже постоянно поручения даются каким-то коллективом создать национальную идею или государственной религии или какой-то универсальной духовности, смысл которой, однако, понимается по-разному. Отсюда третий тезис. Говоря о России, я бы не хотел отделять характеристику нашей ситуации от мировых процессов. При всем историческом и культурном своеобразии нашей страны, ссылаясь на которые мы склонны подчеркивать свою особенность, ну, ничего такого, что не было бы ведомо и многим другим странам, мы, к счастью, не сотворили. Горделивые струки Тютчева, которые мы иногда любим повторять от умов, России, не понять, ну, они, конечно, хороши в определенном настроении, но на трезвую голову гордиться надо не о постигаемости России, а тем, что мы, Россия, никогда не были хуже других стран и народов, и у нас есть достижения, имеющиеся мирные значения. Также и наши проблемы не суть исключительно доморощенного происхождения. Наиболее актуальной из них и не имеющей однозначного решения выступает, по моему убеждению, проблема общеразделяемых смыслов существования. Иными словами, это проблема перспективы, куда развиваться, к какой цели двигаться, к какими путями. Эта проблема носит глобальный характер, то есть не только российское общество стоит на очередном расходе, не зная толку, куда, как и зачем двигаться дальше. Особенно, кстати, это касается стран так называемого постиндустриального мира, где даже высочайший уровень материального развития не гарантирует от периодических настроений растерянности и социальных металей. Повторюсь, что не вижу в этой ситуации чего-то катастрофического. На мой взгляд, точнее будет говорить о достижении современным мировым сообществом и российскому счастью, состоянии исчерпанности потенциала прежних моделей развития идеологических, религиозных, социально-политических. Это состояние предваряет глобальный переход к качественно новому образу жизни. Загадка времени в том, что мы пока не понимаем, к какому именно, поскольку не знаем, что считать индикаторами этого нового. Четвертый тезис. Применительно к России отмеченная ситуация выступает своего рода фоном, на котором развертываются другие проблемные аспекты нашей жизни. Попробую кратко перечислить лишь некоторые из этих проблемных аспектов. К ним я отношу первое. Расхождение между объективной потребностью в интеграции и почти инстинктивным противодействием этому некоторых возможных участников интеграционных процессов. Поясню. Допустим, в единое экономическое пространство сейчас включаются региональные экономики разного уровня развития. Для некоторых из них интеграция оборачивается одновременно и распадом прежних привычных порядков, что очень трагично переживается многими. Но и еждивенческим отношением относительно преуспевающих регионов. Следствием интеграции становится массовая миграция населения, прежде всего трудовая. А это значит, что меняется демографический состав населения регионов. Возникают устойчивые сообщества, носители иных, прежде не имевших распространения в этих регионах привычек, быта, нравов, верований. Как оказывается, именно последние обстоятельства воспринимаются местным населением наиболее болезненным. То есть напряженность вызывает не ситуация на рынке труда, а отсутствие среди мигрантов потребности в культурной адаптации и уважительном отношении к традициям мест пребывания, усугубляемое и неудачными административными действиями местных властей. Отсюда ответная реакция, которую мы наблюдаем в виде бытовой неприязни, ксенофомии, националистических проявлений. При встрече носителей разных религиозных верований обнаруживается, к сожалению, взаимное невежество, незнание элементарных свойств той или иной религии. Тут, кстати, сложность в том, что из так называемой собственной религии большинство, как местного населения, так и мигрантов, знакомы весьма приблизительно. А. Б. Усиление консервативных, а то и фундаменталистских, мотивов общественного сознания. Известно, что уже одно только слово глобализация многих заставляет содрогнуться и начать интенсивный поиск самобытных, духовных основ для сохранения прежней привычной идентичности, которая, может, и не во всем вызывает радостные ощущения, но всегда не так страшит, как нечто новое. Особый дискомфорт для традиционалистки настроенной части общества, а это всегда большая его честь, создает появление новых религиозных движений, культовых сообществ, объединений с нетрадиционными для данного общества мировоззрением и практиками. Вот в этой плоскости наблюдается коллизия между правами и свободами человека и гражданина, в числе которых свобода вероисповедания, ну и шире свободу совести, с одной стороны, а с другой стороны набором стереотип традиционных ценностей, подразумевающих приоритет так называемой религии большинства, вплоть до обязательного ее введения на государственном уровне. Самая деликатная, она же и самая болезненная, грань этой коллизии, состоит в том, что преференция, действительно преобладающая среди населения нашей страны вероисповедания, главным образом это православие и ислам, требуется не столько из востребованности их духовного содержания, внятное представление, которым имеет относительно небольшое количество верующих, сколько из инструментальных соображений их использования в качестве средств социальной и идеологической консолидации. Поэтому ядро этих традиционных исповеданий веры, их мистика, сатериологический смысл остается маргинальным, а по большому счету не очень-то и интересным для ревнителей религиозного присутствия в жизни общества. Гораздо важнее государственнический вектор в деятельности представляющих эти исповедания религиозных организаций. Для примера сошлись на то, как настойчиво внедряются сейчас у нас в образование и в вооруженные силы так называемые орки и зэки. Орки – это основы религиозных культур и советской этики, а зэки – это заместители командира части по работе с верующим и называющим. Опять же, я не хочу выносить оценку положительную или отрицательную этому явлению. Для меня оно есть свидетельство реального состояния массовых маностроений в российском общественном сознании. Знаете, здесь присутствует какое-то подсмутное недоверие к самим себе и поиск такого-то универсалия и панацея. Религия, как волшебная павочка, в прикосновении которой сразу же прекратит казарменный мордопой, сделает детей же в школах белыми и пушистыми, ну вот, как-то вот так. Другое дело, что это не единственное присутствующее ума настроение. В России всегда были и ныне явно существуют и разномыслия, и мировоззренческий плюрализм. И отмахнуться от них, поставить на них крест, даже если это православный крест, уже не получается. Очевидно, что общеразделяемую систему ценностей нельзя сформировать по госзаказу. И любой кабинет на созданный конструкт здесь не приживется. Ну вот, подобно тому, как это не произошло, скажем, с праздником 4 ноября. Но в нашей истории современности, конечно же, есть такие явления и события, которые вполне способны составить общий базис смыслов, имеющих личное значение и для большинства населения России. В. Признание необходимости перемен сочетается у нас с совершенно невнятным пониманием их источников и движущих сил. Надо учитывать, что для большинства населения в России само собой разумеется, что перемены должны происходить, так сказать, решением сверху, а гарантом перемен выступает государство. При этом парадоксально, что все неангажированные социологические опросы показывают одновременно крайне низкий уровень общественного доверия именно к важнейшим политическим силам и государственным институтам, к партиям, органам власти, к судебной системе. Вот этот диссонанс углубляется не менее парадоксальным сочетанием выработанной за века социальной привычки жить под государственным идеологическим надзором и одновременно виртуозного умения находить нетривиальные решения о жизненной ситуации, проще говоря, обходить в законе. На политическом уровне в нашей стране все это обусловлено причудливым симбиозом советского мышления и антисоветской риторики, авторитарной государственности и демократических институтов, сложившихся за последние два десятилетия. Ну и последний пятый тезис. Традиционалистские стереотипы не отменяют настроение многих людей в России к свободной самореализации, включая сферы духовных исканий. Это настроение становится тем устойчивее, чем больше населением осознается скудность перспективного мышления и отсутствие долгосрочных обоснованных инициатив у субъектов государственной власти. Немалое число людей уже без особой иронии вспоминают знаменитый призыв спасения утопающих для ворог самих упавших. Иными словами, в обществе обозначается тенденция к самоорганизации, когда альтернативой пирамидальному устройству, пронизанному вертикалью власти, становится сетевая конфигурация, которая образуется из необходимого взаимодействия самодостаточных элементов общественной системы, находит место и для координирующих центров, но не нуждается для этого надзирающих инстанций. Обществу нужна стабильность, но не ценой отказа от прав и свобод личности. Нужно развитие, но предполагающее самоорганизацию индивидов, осознающих свои жизненные потребности. Нужна устойчивая иерархия ценностей, но не насаждаемой искусственной. Я далек от наивного бывания, аж на скорый переход российского общества в качественную новую модель устройства. Знаете, социальный организм, как любой организм, не может каждый момент своего бытия радикально менять от существования. Но если конкретный индивид имеет видимые пределы в пространстве времени, проще говоря, смерти, то социальный организм обладает вполне достаточным хронологическим запасом, чтобы успешно пройти трансформацию в сообщество, благоприятное для любых людей и в России, и на планете. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы послушали ваш доклад. Спасибо вам большое. Хотелось бы в конце тезисно обозначить на ваш взгляд каковы выходы, конкретные выходы из этих, из этого некатастрофического положения, как вы говорите. Есть ли тезис? Мне казалось, что я как-то об этом сказал, может быть, не совсем внятно. У нас аудитория очень разная. и не все готовы. Для меня как наиболее очевидный выход это что называется самодеятельность масс. То есть это стремление людей жить в своей стране, полагаясь прежде всего на себя, на свой духовный потенциал, на свои силы, на свое умение искать друг друга вот на этом основании, объединяться, консолидироваться. И тогда складывается то, что на языке, скажем, ученым называется гражданское общество. А вообще это такое сообщество социальное и духовное, которое может объединяться разными смыслами. Я согласен с тем, что здесь уже звучало, с этой сценой разные, у нас есть разные традиции, разные верования, но они всегда могут найти между собой точки соприкосновения. Вот в этом собственно и путь. Потому что если уповать на то, что кто-то придет, кто-то скажет как надо, кто-то даст правильный закон, то все будет по принципу черномырденом. Помните, да, хотели как лучше. Вот это мое представление о дальнейшем пути. То есть прежде всего надо на себя рассчитывать. Можно сказать самоорганизация. Самоорганизация, конечно, самоорганизация. Спасибо, Михаил Юрьевич. Тот образ жизни, который сейчас преобладает в мире, очень многих людей не удовлетворяет. В Священных Писаниях говорится, что внешний мир, в котором мы живем, находится в прямой зависимости от наших внутренних данных, нашего сознания, которое проецирует наши мысли на этот внешний мир. В своей врачебной деятельности врач-психотерапевт Валерий Владимирович Синельников в результате многолетнего опыта пришел к выводу, что эти вселенские законы невозможно не учитывать. И именно они вступают в силу, когда у человека возникают проблемы со здоровьем. Какие ценности в целом влияют на формирование общества и насколько это находится в равновесии и гармонии с природными вселенскими законами? Мы предлагаем выступить на эту тему Валерию Владимировичу Синельникову. Спасибо. К осознанному отношению к жизни, к самому себе, к окружающему миру я пришел через свою деятельность, деятельность врача, гомеопата, психотерапевта. Я об этом написал несколько книг. И первая книга «Возлюбие болезни свою» подробно повествует о том, как человек создает в себе проблемы со здоровьем. постепенно изучая природу человека, его психологию, я пришел к открытию для себя, что все болезни человек создает себе сам, создает своими мыслями, своими чувствами, желаниями, своим мировоззрением, то есть взаимоотношением к себе и к окружающему миру. Постепенно я пришел к тому, что не только болезни являются результатом мыслей, чувств, эмоций человека, но и его отношения с окружающим миром, взаимоотношения в семье, проблемы с детьми, проблемы в обществе, возникают именно как следствие, как отражение того внутреннего мира, который есть в каждом из нас. Много лет назад у меня родился образ, который понятен, я думаю, всем, образ единого организма, в котором мы все живем, в котором каждый призван выполнять свою определенную функцию, предназначение. И главный принцип жизни в таком едином организме — это принцип служения. Именно в организме каждая клеточка четко знает, что она должна делать, каким образом заботится обо всем организме, и она понимает, что от того, насколько правильно она выполняет свою функцию, зависит не только благополучие всего организма, но и благополучие каждой клетки, каждой системы, каждого органа. это принцип жизни здоровой клетки, принцип служения. Она понимает, что она живет в едином пространстве и отдавая себя всему организму, она может быть уверена, что она будет жить благополучно. принцип раковой клетки другой. Раковая клетка не думает обо всем организме. Она берет от организма все блага, все соки, энергию, думает о своих интересах, активно размножается, отравляет организм продуктами своей жизнедеятельности и в итоге со смертью организма она погибает сама. Если мы посмотрим на современное общество, то мы можем четко увидеть, что та психология, которая есть на сегодняшний день, психология потребителя, психология раковой клетки, она присутствует повсеместно. И очень грустно осознавать, что большинство людей именно пребывает в этом состоянии, в состоянии невежества. То есть большинство людей они не ведают, что творят. И если мы говорим о социальном организме, то нужно понимать, что этот социальный организм состоит из частичек его, из каждого индивидуума, и поэтому в первую очередь каждый член общества, каждый человек в этом обществе, в этом едином социальном организме, он должен прежде всего осознать свою истинную суть, свою природу как божественного существа, и он должен понять, в чем же его предназначение, с какой миссией он пришел в этот мир, в эту жизнь. И только тогда он сможет максимально благоприятно выполнять эту миссию, свое служение для общества в целом. И тогда он получит все, что ему необходимо для своей жизни, для своего развития. Но, как показывает практика, это является самым трудным. Преодолеть свое ложное эго, прийти к истинному пониманию своей природы, окружающего мира. И здесь я вижу свое личное служение, предназначение, миссию в том, чтобы помогать каждому именно как врачу, как целителю исцелить свое сознание, обрести целостное сознание, понимание средственной природы, своего предназначения, предназначения в этом мире. Практически на каждом семинаре, на каждом тренинге, который мы проводим во всем мире, люди задают один и тот же вопрос, что нас ждет в будущем. Это особенно связано с теми тенденциями, которые существуют в сегодняшнем мире, с тем, что нас пугают концом света, с переходом в 2012 год, с календарем мая, который заканчивается в 2012 году, ну и так далее. Кто-то призывает уходить в горы, кто-то призывает строить бункеры, запасать продовольствие, ну а кто-то не обращает внимания на все это и говорит о том, что нас давно уже пугает концом света, ничего живо пока, поэтому можно чудить и дальше, как жили, так и будем жить. Я считаю, что на самом деле нам нужно обращать внимание на те подсказки, те сигналы, которые дает нам Вселенная и нужно действительно очень серьезно задуматься о том, что нас ждет в будущем. В своей новой книге «Великий переход» или «Конец света» или «Конец тьмы» я представил три возможных варианта сценария развития будущего, которое может ожидать нас. С чем связаны эти варианты развития будущего? Они связаны безусловно с нашим сознанием. с нашим разумом. Известно, что наше сознание может пребывать здесь, в материальном мире, в трех основных состояниях. Состояние невежества, состояние страсти и состояние благости. И от того, в каком состоянии пребывает наше сознание, зависит и не только наш сегодняшний день, но и наше будущее, потому что день завтрашний определяет день сегодняшний. Наши мысли, наши желания по законам Вселенной, они материализуются, воплощаются в этом мире. Поэтому от того, в каком состоянии мы находимся сегодня, будет зависеть то, в каком обществе мы будем жить завтра. сегодняшнем мире мы можем видеть разные варианты проявления этого будущего, варианты невежества, варианты страсти, варианты благости. Пока что в замкнутых, ограниченных сообществах, но это присутствует на сегодняшний день. Это замечательно. Поэтому каждый должен прежде всего понять, что от него самого действительно зависит его будущее. Это очень важно осознать свою природу и понять, для чего пришел в этот мир. Важно понять, с какими мыслями я приду в это будущее. И конечно, как я писал в своей книге, сила намерения, все наши мысли материализуются, наши желания осуществляются и очень часто в этой жизни, не только в следующей. Поэтому нужно иметь образ того, в каком мире я хочу жить. Каждый из нас хочет быть счастливым человеком. Только у каждого свое понимание счастья. Для кого-то счастье это просто наслаждение, для кого-то счастье это порочное удовольствие, для кого-то счастье это наличие большого количества денег, для кого-то счастье опознания истины, служение людям, служение миру, служение Богу. Понятно, что все мы разные пришли в этот мир, с разными задачами, с разным уровнем понимания ответственности. И, конечно, у каждого есть свой образ, но есть общий единый образ счастья, который есть в нашем сердце, который нам диктует наша совесть, как механизм связи со Всевышним, с искрой Бога, которая есть в каждом из нас. И поэтому каждый может задать себе вопрос, в каком мире я хочу жить завтра, что это будет за общество, каким будет государство, моих взаимоотношения с соседями, семье, каким будет мое здоровье. И каждый может сотворить этот образ в своем сознании. Но это только часть того, что человек может и должен сделать. Следующий очень важный вопрос заключается в том, что я могу сделать для воплощения этого образа в реальность уже сегодня. Лично я. Соответственно со своей природой. Если я учитель по своей природе, то какие знания я буду нанести в этот мир? Если я руководитель, воин, то какие идеалы я буду защищать и воплощать в реальности? Если я по природе бизнесмен, предприниматель, то на что пойдут те деньги, те средства, которые я зарабатываю своим трудом? Если я простой труженик, то кому я посвящаю плоды своего труда? Если каждый на сегодняшний день будет действительно стремиться к тому, чтобы стать здоровой клеточкой единого организма, осознавать свою связь с Богом, связь с Целым, то наше общество безусловно сможет пойти по пути благостного развития. и как мы знаем, объективная реальность это есть совокупность реальности субъективной. То есть каждый из нас носит свой посильный вклад в ту объективную реальность, которая, как говорили классики марксизма и ленинизма, дана нам в ощущение, и которая якобы не зависит от нас. На самом деле она зависит от нас, от каждого из нас. Это усреднённая совокупная наших субъективных реальностей. Если десять праведников могли спасти Содом и Гамору, всего лишь десять праведников, то соответственно если нас будет больше не десять, а тысячи миллионы, тем быстрее мы сможем прийти к обществу социальной справедливости, к обществу устойчивой изобилии. Есть замечательная книга Бернара Лейтара называется «Будущее денег», в которой он наглядно показал, как изменив всего лишь один параметр той монетарной системе, которая сегодня существует в мире, то есть когда убрать такую составляющую денег, как товарную составляющую, то есть когда деньги перестают быть средством накопления, как общество, он показал это на конкретных исторических примерах, как общество за одно поколение может прийти к обществу социальной справедливости и устойчивой изобилии. всего лишь за несколько лет ситуация кардинальным образом меняется в обществе. Это если изменить всего лишь один параметр в той системе, которая существует. Но для того, чтобы это произошло, для этого мы должны отказаться от той религии, которую на сегодняшний день всецело завладели массами. это религия золотого тельца. Храмы этой религии существуют на каждом углу. Это банки. Мы туда ходим, мы туда даем свои пожертвования. К сожалению, это не только способ на жизнь, но это и действительно наше отношение к миру. И для того, чтобы эти изменения произошли, для того, чтобы этот параметр изменить, то есть системе, которая существует, для этого мы с вами должны выйти на новый уровень осознанности, на новый уровень отношения к себе и окружающему миру. Я писал в своей книге, что главный принцип, на котором должен человек основывать, это принцип ответственности. Ответственности не только за свое здоровье и благополучие, но и ответственности за тот мир, в котором мы живем, в котором мы будем жить и мы хотим, чтобы не только наши дети жили в таком прекрасном мире, которое мы представляем в своих образах, которое мы утверждаем в этом мире, но чтобы и мы тоже жили в этом мире. Я верю в то, глубоко верю в то, что мы с вами еще поживем в таком обществе, есть такой термин, ведическое общество, то есть общество основано на истинных знаниях, чего и вам желаю. Благодарю. Спасибо, Валерий Владимирович, хотелось бы задать вопрос, правильно ли мы поняли вашу мысль, чтобы каждый из нас был достойный клеткой этого общего организма, не раковой клеткой. Нужно обладать всеми теми качествами, о которых вы говорили, то есть бескорыст, любовь, сострадание и все эти высокие качества. И для того, чтобы этого достичь, необходима некая духовная практика, необходима некая эволюция, то есть просто так же они не появятся, какова ваша точка зрения? Совершенно верно. Просто так ничего не бывает. Поэтому каждый человек должен понимать, что эти качества они разовьются только в результате работы над собой, в результате устремленности к истине, к Всевышнему, осознанное отношение к жизни, к миру, к себе появятся в результате духовной практики. То есть это индивидуальная эволюция каждого и человечество целого? Это не только индивидуальная эволюция каждого. На самом деле, да, каждый может эволюционировать, прогрессировать, но человеку трудно это делать самостоятельно. То есть поэтому, конечно, у человека должен быть духовный учитель, наставник, который смог бы помочь ему пройти этот путь, путь очищения сознания, путь обретения ясного видения той цели, которая идет для человека и к осознанности своей природы. Спасибо, Валерий Иванович. Благодарю. Благодарю. Можно сказать, что во времена расцвета арийско-ведической культуры это было нормальной составляющей жизни каждого человека, всего общества, когда были духовные наставники, духовные учителя, монахи, садку, которые вели и задавали тон всему обществу. То есть благодаря своей аскезии, благодаря своей тапаси, молитвам они очищались и помогали всему обществу в целом двигаться к более высоким состояниям сознания. Поэтому общество и расцветало. И арийско-ведическая культура она именно направлена на это, на эволюцию сознания, на эволюцию человека. Сегодня за нашим круглым столом присутствует специалист по исследованию арийской цивилизации в России. Наш гость из Индии Бандиджи Каджол Шастри. Аплодисменты. Бандиджи посвятил много лет изучению вед, обладая глубиной ведических знаний. Он считает наследие арийской ведической цивилизации очень ценным. И мы просим его ответить на несколько вопросов. Уважаемый Бандиджи, ведическая культура родная культура для вас, в которой в Индии растут с детства, в то время как в России она только начинает возрождаться. В чем вы видите ценность этой культуры ведической? Продолжение следует... Когда мы помогаем, что у нас есть какие-то проблемы в нашем компьютере, мы не забываем, чтобы все наши данные, мы не забываем. Мы обращаем данные в определенное место, старые. И точно так, когда мы обращаем данные в определенное место, старые. И точно так же, сейчас на Земле мы видим некоторые проблемы, проблемы с климатом, проблемы со временем. И точно так же, арийские знания хранятся в определенном месте. Но сейчас пришло время для того, чтобы обновить наш компьютер. И что происходит сейчас? Следующая ситуация. Знания о риске хранятся в Индии. Но на самом деле компьютер находится в России. И нужно перезагрузить эти знания из Индии в Россию. Но сейчас нужно воспользоваться этими беспроводными технологиями. В этом периоде вирус появляется вирус. Вирус появляется. Мы должны удалить этот вирус. То есть, есть определенный вирус, который препятствует, и мы должны его убрать. Таким образом, мы должны удалить этот вирус и загрузить новые знания. Таким образом, сейчас я вам расскажу про арии и про то, что изначально они существовали на территории России. Возможно, здесь даже дело не Россия, Индия или Бхарата. Мы можем найти территорию, где они битали. Но мы точно знаем место, откуда они пошли изначально. В нашей литературе описан одной персонали, который создал аристскую цивилизацию. Это было первой арии. Его зовут Ману. Было наводнение, все было разрушено. И этот человек позаботился обо всем. Есть информация, что спустя какое-то время произойдет уничтожение мира. Да, сейчас очень много разговоров про 2012 год. Этого, конечно же, не произойдет. Возможно, просто наши проблемы закончатся. Итак, в то время в священных текстах описано, что Ману получил информацию, что будет конец света, но он должен спастись. И что когда наступит наводнение, Ману должен будет перебраться в то место, где будет возвышенность, используя корабль. И ему нужно будет перебраться на самое высокое место, это гора. Имя горы Меру. И эту гору вода не зальет. И случилось же самое. Таким образом, когда вода появилась, когда воздух появился, Меру. А таким образом, гора, которая называется Меру, на санскрите Сумеру. И описано, что эта гора находится с севера от Гималаев. Около Золотой горы. И Голден маунтей, в нашем санскрите языке, мы называем Алтай. Алтай, санскрита, Алтай. Это Алтай, и после этого, я обнаружил, что есть гора Меру, в русском языке, мы называем Билуха. Билуха – это гора Меру. И как раз таки с этой горы Меру начинается арийская цивилизация. Когда вода отошла, Мануа начал развивать цивилизацию. И так остались места в России, которые указывают на то, как арии шли из России в Индию. И так сейчас археологи могут найти, опознать этот путь. В нашей литературе есть информация о том, какую одежду они носили, какую еду они ели, об их семьях. Итак, на санскрите есть такое слово «русси». Итак, есть слово «риши», и «Россия» – это место обитания Риши. Риши – это святые мудрецы. То есть Россия – это место обитания святых, Риши. Таким образом, не нужно изменять Россию. Нужно возобновить, возродить знания. А вот как их возродить, об этом уже следует подумать. Итак, в современном мире есть экономические изменения, политические, все изменяется. Итак, нам нужно подумать о том, как жили арии. И о том, как мы живем, что мы используем. И кто более счастлив. Итак, почему же такая ситуация? Они были счастливы, а мы несчастливы, несмотря на то, что у нас условия гораздо лучше. Итак, сейчас я расскажу о том, как же следует поступать. Итак, а как же жила арийская цивилизация? Я сначала расскажу об этом. Был глава семьи, отец или старший брат. И они очень уважали старших. И они в гармоничных отношениях все пребывали. Итак, мы должны сделать отношения чистыми. В первую очередь, мы должны слышать наших детей, и тогда наши дети будут слушать нас. И это важное, что сейчас мы не нужны, чтобы менять Россию, но мы должны поставить хорошую информацию, хорошую, более-менее, для наших детей. Нам ничего не нужно менять в России. Нам просто нужно дать хорошие, добрые знания нашим детям. Если есть фрукт, какой-то уже, то мы не можем сделать его более сладким или более сучным. Однако же, если мы хотим вкусный фрукт, тогда, очевидно, нужно удобрить дерево. И таким образом, наши дети есть растения, и нам нужно удобрить это растение очень хорошо. Итак, я посмотрел программу на сегодняшний день, и увидел, что есть программа, посвященная образованию детей, и я был очень рад, потому что очень важно передать эти ведические знания нашим детям. Итак, я сейчас еще поговорю об обществе ариев. Нету в ариях описаний о наказаниях. Итак, в арийской цивилизации нету каких-то указаний об наказаниях. И имеется даже в виду не то, что бить кого-то, но также грубое слово или грубая жестокая интонация. Итак, мы должны именно преобразовывать природу, и нельзя словом, делом, интонацией обидеть кого-то. В современном обществе нужно следовать естественным законам. Мы разговариваем, и это может быть на международном уровне. Сейчас есть много проблем, я здесь живу, я здесь практикую в России. Есть действительно определенная проблема с деньгами, проблема с лишней жизнью у людей. Мы можем налить воду на пол, да, сюда, например, но в конечном итоге она распределится ровным слоем по полу, равномерно. Мы можем лить и лить и лить воду, но в конечном итоге она все равно будет оставаться равномерным уровнем, покрывать пол. Может быть, вас это удивит, но точно так же было бы очень здорово, если бы отменены были все визы, и тогда все стали бы свободными и счастливыми. То же касается и Арии. Потому что Ария была жива в Сумерии, они были в Сибирь. Сибирь на Симскрите называемые языки «кэмпас». Как «кэмпинг», «плескэмпинг». Санскрит – это как место для временного жилья. Ария там жили какое-то время, пока там был хороший климат. Но потом климат изменился, и Арии изменили свое место жительства. Они отправились в Гималайю, в Индию, им там было хорошо, им не счастливы. И точно так же, если кому-то где-то плохо нужно, просто поменять местоположение и быть счастливы. Когда не будет границ, мы будем счастливы, все будет хорошо. Но это пока что трудно достижимо. Но сейчас я хочу рассказать о некоторых вещах, которые покажут, что есть какие-то совпадения с русской и индийской жизнью, и что Арии действительно жили в России, потом мы отправились в Индию. В Индии есть церемония, она называется «огненная церемония». Это церемония, которую мы используем, когда мы делаем «ягья». Эта церемония, ария, или как мы можем назвать «индию» сейчас, мы взяли из северной части России. Это более-менее территория, северной части России. Эта традиция пошла с юга России. Также мы видим индийский флаг. В индийском флаге есть один круг, одна чакра на индийском флаге. Мы нашли этот арийский символ в горах Кавказа, и мы используем его. Точно так же, и когда человек умирает, то мы проводим огненные церемонии. Эта традиция пошла из Казахстана. Также мы имеем фамилии, что этот человек использует этот кросс, как швастик. Этот швастик также мы найдем из территории Эллен и Глучистан. Эллен и Глучистан. Свастик оттуда пошла. Таким образом, есть определенные вещи, которые Индия позаимствовала у России. Однажды я проводил семинар в Аркаиме, около Челябинска. И это практически санскритский термин. Арк плюс Айм. Арк означает Саунса, Сурья. Айм означает правильное место. То есть Аркаим находится в подходящем месте относительно Солнечной системы. И так же я видел искусство арийской цивилизации. Потому что в архитектуре, как в архитектуре, в нашей литературе написано, как предыдущие архитекты были дома. Они были ровные дома. И в арийской культуре они были дома для своих животных. И так, в арийской культуре в текстах написано, что они жили в круглых домах, и было под ними место для животных. И мы видим, что архитектура, которая была воссоздана археологами, она походит на те дома, которые в Индии строили. Так же нашли какие-то вещи, одежду, символы вещи, которые использовали архитектуре. И так, есть какие-то ассоциации с Россией, с Индией. Так же это касается лошадей. На лошадях ездили. Эта традиция пошла из Украины, ездили на лошадях. Итак, что самое важное? Самое важное это понять, как арии делали свою жизнь счастливой. Итак, первая цель это достичь просветления. Однако, даже и без этого жизнь должна быть счастливой. Нужно получать очень хорошее образование. У них было хорошее здоровье. Очень счастливая семейная жизнь. Хорошее общество. Хорошая духовная практика. И хорошая экономика. Когда эти шесть вещей находятся в балансе, то жизнь становится счастливой. Арии знали эту технику, этот метод. И если мы применим тот же метод для нашей жизни в России, то без всякого сомнения мы будем счастливы. Нам не нужно думать о религии, нам нужно думать о духовности. Мы не должны искать денег, зарабатывать много денег, но мы должны заработать нравственность. Итак, мы сейчас создали вирусы. Доллар, рупий, евро. Итак, что же нам вообще делать, как же нам этот вирус удалить? Вы знаете, что у Арии не было этой денежной системы. Итак, что же нужно сделать? Нужно удалить этот вирус и загрузить наш компьютер и жить счастливой жизнью. Без сомнения, такие семинары могут очень нам помочь. Спасибо. Спасибо, Панди Джин. Индию и Россию связывают очень давно общие корни, как мы сейчас еще раз могли в этом убедиться, благодаря Панди Джин. Во многом в России эта культура и эти знания были утрачены, но в Индии они очень хорошо сохранились. Изучение текстов, методов, сохранившихся в Индии, может помочь и восстановить нашу память, нашей ведической культуры. Мы можем проводить совместные мероприятия между носителями индийского и славянского ведического знания, которые помогут выбрать и направить целостное и единое видение возрождения ведической культуры в России теми мастерами и учителями, которые возглавляют ведические духовные организации. Сегодня представители таких организаций присутствуют на круглом столе, и мы предлагаем выступить им. Слово предоставляется представителю славянской традиции Волхову Богу Миру Миколаеву. Мы просим вас рассказать о том, какой положительный опыт вы вынесли, обучая ведическому православию, на чем строятся принципы жизни и ваши общения в школах, семьях, как вы видите интеграцию ведических знаний, формирование нового общества. Благодарю еще раз всем доброго здравия, приветствую вас и благодарю моих коллег, духовных учителей, преподавателей, за то, что они таким замечательным образом, довольно-таки доходчиво объясняют глубокие смыслы нашей культуры. Единственное, наверное, с чем я позволю себе не согласиться, это с тем, что в России у славян что-то утрачено. Это единственное, с чем я не соглашусь, ничего мы не потеряли. Мы, может, немножко по-другому смотрим на нашу культуру. Мы, может, какие-то моменты, на какие-то моменты не обращаем внимания. Но давайте вспомним свое детство, особенно это касается тех из нас, кто присутствует здесь, кто вырос в деревнях, в селах, да, как у нас в Украине говорят. Я, вспоминая свое детство, я учил калятки в ословлении Бога Солнца, не по учебникам, меня бабушка этому учила. До сих пор в Белоруссии, в центральной части России, в Украине, калятки, купальские песни, волочильные, то есть великодные песни, никуда не ушли, они есть. Единственное отличие ведической культуры Руси или славянщины от Индии, это то, что наша Махабхарата, она устная, она не записана, она хранится в наших сказках, в наших легендах, в наших преданиях. Она говорит о тех же этических, высоких этических и нравственных ценностях, о которых говорят законы Ману, о которых говорят философия Адвайта Веданта. Но у нас это сохранено в устном предании, и сейчас мы пытаемся для того, чтобы это не пропало, записать это в книги, в какие-то сборники. То, что было сделано в Индии около двух с половиной, трех тысяч лет назад, мы сейчас начинаем это делать. Хорошо, мы должны продолжать это делать. Но я хотел бы обратить внимание немножко на другое. Каким образом мы, славяне, со всем уважением к Индии, к Ирану, к тем государствам, народам, которые в меньшей степени, возможно, призабыли свои истоки, но есть такая поговорка, да, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть, ведическая культура, она разнообразна. И она, безусловно, будет иметь свою форму, свой образ в Индии, в Иране, на Кавказе и у нас, у славян. Так вот, каким образом идти ведическим путем нам, славянам? Ведь просто перенять модель поведения или модель духовного деяния Индии будет, ну, не совсем правильно, наверное, потому что эта традиция, которая развивалась именно на этой территории, она лучше всего подходит людям, которые сейчас себя называют индусами, бхаратами, так, в их языке, в их традиции. Кто же мы? Каков наш ведический путь? Он очень прост. Нужно просто обратить внимание на семи себя, кто мы есть, кем себя называли наши предки. Ведь в нашем самоназвании заложена суть нашего предназначения. Здесь очень правильно было сказано о том, что кто такие Ария, или, как мы сейчас говорим, Арии, да, Арийцы. Уважаемый Пандиджи говорил о том, что обозначает название города Аркаим, да, это солнечный город или город в месте солнца. Самоназвание Ария означает светлый, солнечный. А как сами себя называли наши предки, то есть мы с вами, да, наш народ, еще каких-то 800-700 лет назад. Давайте вспомним слово Богу Игоря. Как оно начинается? «И встала обида в жилах внука Дажбожья». Кто такой Дажбог? Бог Солнца, Бог Света. Каждый народ, каждая традиция через мировоззрение воплощает какие-то социальные идеалы. Ну, например, да, христиане пытаются идти путем Христа, наследовать его. Магометане идут путем Мухаммеда, Магомета. Вишнуиты идут путем Вишну, Шиваиты идут путем Шивы. Каким путем должны идти внуки Дажбожьи? Естественно, путем Дажбога, путем Света. И здесь я говорю не о теистическом каком-то значении, потому что верим мы в Дажбога или не верим в Солнце есть. Оно никуда не денется. Мы каждое утро будем его встречать, улыбаться, приветствовать ему. Что такое путь Солнца или путь Света? Что такое путь внуков Дажбожьих или славян? Одно из счастья потомков Ария. Это несение света в те страны, в те земли, где мы пребываем. Вспомните, как жили наши предки. Куда бы мы ни приходили, опять же, даже Индия, Иран, мы не уничтожали нигде местные культуры. Но мы приносили то великое знание ведической культуры о единстве и множественности мира. О науке, о умении принимать друг друга такими, какие мы есть. Именно поэтому славянская культура такая богатая в многообразии, в языках, в наречиях, в традициях быта. Это нужно вспомнить. Солнышко одинаково согревает всех. И эскимосов, и папуасов, и жителей средней полосы экваториальной, и людей, населяющих Евразию. Оно не различает нас. Безусловно, каждый из нас по-разному воспринимает этот свет. И это проявляется в культуре. Но смысл славянской ведической культуры состоит в том, чтобы повторять путь солнца. Каждый год оно рождается на Галиду. И до сих пор мы, хотя и преобладающие, да, как мы уже здесь вспоминали, говорили, что основной является православная, в значении христианской, да, традиция современной России, Украины, славянских странах. Но, друзья мои, в этой традиции, которая по сути является двоеверской, преобладают какие праздники? Ну, какие праздники празднуют наши православные люди? Рождество, то есть Рождество Солнышко. И мы все помним, что христиане только в 345 году начали впервые праздновать этот праздник. Это Рождество Солнца Всепобеждающего, так он в Риме назывался. Это Великдень, или как сейчас, ну, больше говорят в России, там, на еврейский манер Пасха, да, ну, старое наше название Великдень, так в Украине и Беларуси до сих пор этот праздник называют. Это праздник Упала, это праздник Урожая, это зеленые святки. Все народные, так называемые православные праздники имеют происхождение солнечное, происхождение славянское. Для того, чтобы воплотить ведические идеалы в жизни нашей страны, нужно повторить путь Солнца. Нести и даровать свет знаний всем, кто окружает нас. Во-первых, абсолютно правильно было сказано начинать со своих семей. Начинать с того, как мы воспитываем наших деток. И, безусловно, я абсолютно соглашаюсь с Валерием Владимировичем в том, что поодиночке очень трудно это делать. Поэтому сейчас нам сверхважно окооперироваться, создавать сообщества, общины, клубы, центры. Как угодно это не значит, форма не важна. Важно то, чтобы наши детки воспитывались правильно, чтобы они проходили нужные возрастные посвящения, что является древней формой психологического воспитания, то есть душевного воспитания молодежи. Это нужно возрождать, возвращать в нашу жизнь. И, говоря о нашем опыте, благодаря нашим духовным учителям, богам, нам удалось создать детскую ведическую академию. Ну, безусловно, финансовые возможности не позволяют сделать стационарное среднеобразовательное учебное занятие. Что, кстати, удалось Валерию Владимировичу. Это первый величайший опыт воплощения ведических постулатов в среднеобразовательной школе. Пока у нас детская ведическая академия действует во время школьных каникул, но все наши детки на время этих 10 дней прибывают в духовный центр и обучаются традиционным славянским ведическим знаниям, которое основывается на славянскую веду, то есть, опять же, на нашу устную Махабхарату, которая говорит абсолютно о том же, но в привычных нам понятиях, образах, символах, которые понятны и близки нашей душе, нашему сердцу. Также мы создали славянское училище равноверия, которое я имею честь возглавлять. Это среднеобразовательное учебное заведение, которое работает, его отделение работает в разных городах России, в частности, в Москве, в Красноярске, в Киеве, в Западной Украине. То есть, учебное заведение, которое дает необходимые знания для воплощения лучших традиций семейного быта славянского. А он практически ничем не отличается от того, о чем говорит, безусловно, исходя из наших климатических особенностей, есть в Индии Даганемука Васту, или Васту Шастра, в Писании, которое рассказывает о том, как правильно строить жизненное пространство, государство, поселение, семьи. У славян это называется родолад, оно никуда не делось. Это все и есть, друзья мои. Приедьте в традиционное село средней волосы России, или Беларуси, или Украины, вы увидите, как строятся хаты, как строятся дома. Они строятся по солнышку. Каждое, даже расположение предметов в комнате имеет свое сакральное, божественное значение. Печь, постель, стол, божница стоят в нужном месте до сих пор. Более того, когда старики вводят нас в этот дом, они показывают на современные, ну, христианские иконы и говорят, это боги наши. Даже, ну, в этом среде сохранилась память о том, в чем смысл, и какова в действительности была наша культура. Поэтому, на самом-то деле, какой-то глубинной перезагрузки, я не думаю, что необходимо делать. Нужно просто посмотреть сами на себя в зеркало. Понять, кто мы такие. Мы внуки даже Божьи. Мы потомки Солнца. Мы идем солнечным путем. Это те же арии. Только, ну, в нашем понимании, в понимании нашей ветви арийской ведической культуры. Давайте в этом вспомним. Давайте расскажем об этом нашим детям. Пусть они взрастают в традиции. Тогда наши внуки, а это действительно, как было сказано здесь, это время нескольких, там, десятилетий, уже наши внуки построят справедливое социальное общество. Они вырастут в традиции. Для них камень, дерево, трава будут не предметами неодушевленными, а предметами одушевленными. Душами, с которыми мы взаимодействуем, с которыми мы вместе строим жизнь. Мы для них, носители света, носители Солнца, у нас из наших ладоней, да, как мы называем, вот, мы называем даже вот эту часть руки ладонь от имени богини Лады, которая гармонию делает в мире, наполняет мир гармонией. Мы лад творим вот этим. У нас здесь свет излучается. Свет, который мы должны давать животным, растениям, минеральному миру. Мы в арийской традиции, ведической, наши предки называли себя двайчи, то есть дважды рожденные. Мы, ну, по-русски мы говорим дважды рожденные, то есть те, которые, давайте вспомним абсолютно еще раз, соглашаясь с тем, что говорили мои коллеги, что очень важно это следовать духовному пути и наставлениям своих духовных учителей. Мы прекрасно понимаем, друзья мои, что у каждого из нас есть мама и папа. Мы это принимаем, это отрицать, ну, любим мы, не любим, какие бы у нас взаимоотношения не складывались, но мы никогда не сможем отрицать того факта, что у нас есть мама и папа. Для наших предков точно такое же значение имели духовные родители, духовные отцы, духовные матери, которые давали духовное образование. И чуть-чуть как-то в рудиментах это осталось в символе, как сейчас христианцы говорят, крестный отец и крестная мать. А еще 200 лет назад славяне говорили божатый и божатка, то есть это духовные учителя. На самом деле крестный отец и крестная мать, это есть духовные учителя, духовные наставники, которые должны быть у каждого из нас. Это не просто кумовья, кум родственник, это божатые, то есть те, кто несут свет Божий для этих дедов. Родные, родители по крови дают телесное воспитание, то есть материальное, физическое, нравственное. Родители от Бога, божатые, дают духовное воспитание. Вот истинное значение, истинный смысл. Опять же, но это не потеряно, это все есть в нашей традиции, никуда оно не ушло. Моя бабушка выходила замуж в 1934 году. Когда она на третий день свадьбы, ну в Украине три дня свадьба длится, на третий день свадьбы, представь, это 1934 год, это каких-то там 80 или 70 лет тому назад было. После свадьбы обязательно вывешивалось вино. Вы понимаете, что это такое, да? Это свадебная, на русский там увидят, простыня, да, простырата. Это свадебная простыня, что свидетельство о чистоте невесты. Это в 30-х годах еще было нормально абсолютно. Моя мама выходила замуж в 1972 году в Украине. И моя мама говорила, что свадьбу в селе не делали для тех девушек, которые потеряли честь. Не делали. Эти традиции, мы еще вчера видели, они еще не исчезли. Они есть, они среди нас, они в наших родителях, в наших бабушках и дедушках. Просто давайте посмотрим сами на себя, какие мы есть. Этот компьютер, процесс очищения, антивирус, он сам по себе включится. И мы очистимся. И вместе с нашими духовными братьями из Индии, Ирана, Кавказа, Западной Европы, потому что и там есть ведические корни, в форме друидизма, нормандских там, романских традиций. Мы вместе построим ведическое общество на планете, поскольку действительно, ну, правы или неправы были, там, большевики сейчас спорить не будем, но они когда-то сказали, что коммунизм в отдельной взятой стране не построишь. Ведическое общество в отдельной взятой стране не построишь. Для этого нужна кооперация ведической культуры. Именно поэтому я благодарю устроителей этого конгресса, благодарю наших предков, которые через кровь помогли нам, а кровь носитель нашего духа, помогли нам здесь собраться и вновь вспомнить, что мы на самом деле единое целое. Нас не разделяет язык, нас не разделяет этничность, ни гербы на паспортах. Нас объединяет наши сердца, наша арийская кровь, наш арийский дух и понимание того, что мир строится на принципах любви и справедливости. Я благодарю вас. Ведическую традицию в России представляет Свами Вишнадаванан Дегири, основатель монастыря Академии Йоги, собрания Тайн, где глубоко изучаются истины веданты. Монастырь является ведическим поселением, это первый шаг к образованию нового русского ведического сообщества нации ведических ариях. Как Свами же видит дальнейшее развитие этой культуры? Какие шаги необходимо сделать для ее становления? И какие будут сделаны в ближайшее время эти шаги? Какие перспективы нас ждут в будущем? Сначала я хочу сказать, что я приятно обрадован и удивлен уровнем дискуссий, докладов, освещения разных тем ведической культуры. Этот конгресс проводится силами, средствами этносоведических ариевиндославов, которые уже есть в России. Для нас вопрос культуры, личности, духовности, он не стоит, потому что в каком-то смысле он решен, так сказать. При этом мы допускаем, что есть очень много вариаций, дискуссии на тему, кто такие арии, возможно, они не закончатся никогда. Это слишком большая, многомерная проблема, и каждый видит это по-своему. Я считаю, это нормально. Пусть будет много разных арий. Пусть будут волхвы арии, пусть будут ведические арии, и не славы, пусть будут индийские арии. Потому что арий, прежде всего, это человек, который идет к божеству, который стремится ввысь духовно революционировать, говоря словами Библии. Для Бога нет ни Элина, ни Иудея. В том смысле, заткнуть тему аристоведической культуры сугубо в рамках этничности, в рамках культуры, означает сознательно как для себя изолировать, ограничить. И нам, если мы хотим развиваться, нужно, напротив, думать обо всем человечестве. Потому что арий – это Бог и человек, это гражданин всей Вселенной. Это тот, кто отождествляет себя с безграничным космосом, который включает в себя все многообразие наций, культур, этносов с их смыслами и целями. Но есть нечто, что объединяет всех их. И будущее арийско-видической культуры, арийско-видической нации я связываю не только с ее собственным будущим. Если это пассионарная, харизматичная, нация, устремленная в будущее, она должна думать не только о себе. Она не должна замыкаться в рамках собственной культуры, национальной культуры, этничности, напротив. Она должна пытаться мыслить более масштабно, мыслить глобально. Если хотите, ведическая глобализация. Ведическая глобализация, в моем понимании, это не означает всех сделать медославами арии или волхвами. Это означает, скорее, каждому в своем этносе, в своей культуре, в рамках своего уникального пути развития, как-то пробудиться к божествию, к сакральному измерению. И в этом я вижу смысл и дальнейшее развитие арийско-видического этноса, темы и возрождения этической культуры. Мир очень сложен, и он гораздо сложнее, чем наши самые глубокие умопостроения. Сейчас, на данный момент, мы видим, что все человечество, это как огромный метаорганизм, переходит к какой-то некой точке, к точке изменения, бифуркации. Это как большое яйцо, которое миллионы лет дремало, а теперь в этом яйце начал птенец пробивать эту скорлупу, и он скоро вылупится и полетит. Но вот куда он полетит? Человечество в каком-то смысле сейчас остановилось и застыло в раздумьях и ожиданиях. А куда идти? А что делать дальше? Мы видим разнообразные кризисы в Соединенных Штатах Америки, движение «Захвати Уолл-стрит». Казалось бы, капиталистический рай вдруг начал давать сбои. С чего бы это? В сытой благополучной Европе кризисы, дефолты и вопросы спасения Евро. Мы видим разнообразные духовные и недуховные обидания в России после того, как 20 лет назад исчез коммунизм. Не говоря уже о странах третьего мира, в которых происходят разные бархатные, не очень бархатные революции. То есть, как бы коллективный человеческий метаорганизм куда-то движется, он смутно чего-то хочет, но сам часто не осознает, чего это хочет. И проанализировав историю развития этого организма, мы увидим, что, очевидно, пришло время вырабатывать какие-то новые мета-цели, новые мета-смыслы, новую мета-стратегию дальнейшей эволюции человечества. Корабль не может плыть без руля и без капитана, без карты. То есть, если представим, что все человечество, как разумный человеческий вид, это корабль, который вышел в море, он куда-то плывет. Но разве можно плыть без компаса, без карты, не зная, куда ты плывешь? И примерно вот такой корабль, который плывет, не зная куда, в общем человечество представляет. То есть, мы не обнаружим мета-целей, мета-стратегии, мета-смысл эволюционного развития. Хотя многие группы, культурные, религиозные группы, ими владеют. Но в большом масштабе человечества это пока нет. И очевидно, именно сейчас наступает такой период, когда именно в масштабе всего человечества предстоит выработать такие мета-цели и мета-смыслы. Если мы проанализируем культуру ведической традиции, мы обнаружим, что духовная лестница эволюции там всегда существовала. Всегда были люди, обычные люди, обыватели, которые жили светскими целями, ценностями, смыслами. Затем были духовные люди, садху, духовные искатели. Эти духовные искатели отличались в своих ценностях и смыслах от советских мирских людей тем, что они искали абсолютную истину, Бога, божественную. Они делали своим смыслом жизни отречение от мира ради поисков божества. Они медитировали, занимались духовной практикой, уходили в Бога, становились монахами. Они были профессиональными духовными искателями. Это и сейчас сохранилось в индийской культуре. Садху всегда уважается этого человека. Неважно, какая он личность, он просто уважается за свой выбор. Если вот вы идете в Индии, на вас оранжевая одежда, и вы монах, то вам клоняются на улице, не спрашивают, откуда вы, кто. Вы садху этим все сказали. Вот тот, кто ищет Бога, это само по себе вызывает огромное уважение. И когда вы сталкиваетесь в этом, что в культуре есть такое великое уважение к садху, к духовному человеку, вы понимаете, это очень глубокая культура. И следующий, как бы в этой эволюционной лестнице ступеней, это джняня, мудрец, тот, кто познал реальность, успешный, хороший садху, который достиг Бога реализации. Он обрел какой-то уровень просветления. И джняня – это духовные учителя, наставники. Это те, кто указывают путь подобно маякам, садху, духовным людям и всем остальным обычным людям. Наконец, высшим мудрецом, познавшим абсолютную реальность, есть святые чудотворцы, ситхи. Те, кто не только познали Бога в себе, но и настолько развили эти качества, что могут оперировать законами реальности, менять константы Вселенной. Например, отменять ход времени, менять гравитацию, выходить в открытый космос. Те, которые возвысились над национальными, культурными, религиозными, идеологиями, ограничениями, стали общечеловеческими, стали общекосмическими существами. Ситхи – это те, которые достигли совершенства. Ситха – совершенство. Те, которые обрели власть над временем и пространством, стали бессмертными, стали свободными от ограничений нашей Вселенной, нашей природы, космоса, законы Камы. Однако и этим эволюционная лестница не исчерпывается. Выше ситхов есть Дева, Боги, и сегодня об этом говорилось. И Божественная реальность также реальна. Как и реальная наша, человеческая реальность. Существуют целые классы цивилизаций божественных существ. Гандхары, Ведедхары, Афсары. Творцы Вселенной, хранители, поддержатели – это гениальные настройщики ритма Вселенной. Те, которые управляют ходом развития культур, цивилизаций, поддерживают ритмы и циклы. Все это Дева – божественные существа. Это, можно сказать так, администрация Творца. Вселенская администрация. В ефедической культуре, в ефедентической литературе всегда было это понятие, как более высокой, превосходящей человеческую цивилизацией божественных существ. О том, что через эту цивилизацию поддерживается рита, космический закон, мировой порядок. И люди, совершая ягьи, различные ритуалы, выполняя практику подношений, медитацию, аскезу, тапасию, могли устанавливать связь с этими божественными существами, получать от них благословение, мудрость, передачу учений. И именно в поддержании такой связи между людьми и богами, в заключении как бы между людьми позитивной духовной связи, было благополучие и человеческой цивилизации. Но, к сожалению, и сейчас мы видим, что сейчас в современном человечестве сильно нарушены эти связи. Человек действительно стал поклоняться религии денег и золотому тевцу. Он променял своих богов на свои деньги. Он перестал жить для более высоких существ, для более высших миров, отринул эти смыслы и ценности. В каком-то смысле решил проявить свою псевдосамостоятельность. Она не очень у него получается пока. Наконец, в высшем богов находятся великие боги, такие как Брахма, Бог-творец, Вишна, Бог-хранитель, Шива, Бог-отрушитель. В других религиях, культурах у них могут быть другие имена, но смысл не меняется. Это как три фундаментальные энергии во Вселенной. Творение, поддержание и мир-души. Возвращение, тамос, раджес и сам. Наконец, выше этих великих трех богов есть Ишва, Вселенский коллективный мета-рахм. Именно вот этот мета-разум – это гигантское глобальное суперсознание. Всевышнее суперсознание, частями которого мы также являемся. Мы в каком-то смысле – это его клетки, его тела. И над всем этим выше пара-брахма. Абсолютная реальность вне имен наименований времени и пространства. И вот весь фундамент рисковедической культуры, он строится вокруг понимания вот этой лестницы иерархии. Существует иерархическая лестница к самым высшим божественным мирам. И эта лестница даже не подлежит какому-то сомнению, поскольку миллионы людей реализовали путь по этой лестнице. Это и есть путь эволюции. И когда-то эта эволюционная лестница была известна всеми каждому. Но сейчас эта эволюционная лестница в пониманиях, в культурах многих народов она разрушена. Она исчезла. Другими словами, у людей нет идеалов перед собой. Ну, есть поп-звезды, есть политики. Но это трудно назвать идеалами. Есть власть. Но вы знаете, что почему-то не могут люди поклоняться всем этим идеалам. Потому что эти идеалы светские. Но идти по пути эволюции означает прежде всего выстроить вот такую систему ценностей и смыслов, эволюционную лестницу. И мы, как люди, являемся дочерней детской цивилизации. А нашими подлинными отцами, нашими родителями являются божественные существа, боги. Если мы обратимся к первоисточникам, таким как Рома, Махабхарата, Йога-Ватишта, Трипура-Рахаси, коренные источники нашей культуры, корейско-эволюционной лестнице. Ария Мудослава. То мы обнаружим множество свидетельств божественности людей. То есть люди были созданы божественными существами. Наши предки были божественными существами. Наши предки не были неандертальцами, кроманьонцами, какими-то полуобезьянами. Это, не знаю, может быть, кому-то нравится такая теория. Но если Чарльзу Дарвину нравится, что его предки были обезьянами, это вопрос его личного вкуса. Но если брать объективные исследования, мы обнаружим, что в нашей генеалогии всегда есть божественные существа. Я не ограничиваю эту генеалогию только ведической, индийской культурой. То же самое можно сказать уранской, египетской культуре, древней культуре Мексики, Майи и Каванцтека. Огромное количество свидетельств о том, что были боги, и боги какими-то генетическими экспериментами, говоря современным языком, создали нас, людей, и дали нам некоторую свободу воли и выбора. Затем дистанцировались по каким-то причинам от нас. То есть мы являемся дочерней цивилизацией. Мы являемся молодым побегом на большом дереве. Это означает, что наше будущее, наша эволюционная стратегия должна быть всегда связана с устремлением к божественному, поиском божественного. И вот это поиск божественного, устремленность к божественному, духовная практика, устремляющая к божественному не только индивида, но целую нацию, которая создает целую культуру такой устремленностью к божественному. Я считаю, это и есть верная стратегия будущего развития человечества. В нашей культуре есть определенные элементы, которые позволяют говорить о том, что нация, этнос, она имеет свою сформировавшуюся культурную матрицу. Во-первых, Дхарма. Дхарма — это осознанная духовная эволюция, постоянное развитие, познание законов Вселенной, принцип служения божественному закону. Это называется санатом Дхармы. Второй принцип — это Артха. Артха означает управление реальностью, постоянное прогрессивное сознание, позволяющее развиваться, испытывать благо, благополучие. Третий принцип — Кама. Кама — это не только принцип чувственной радости и удовольствия, как некоторые переводят этот термин. Это управление внутренней энергией, методами йоги, тантры для достижения духовной силы, долголетия и смерти. Мокша — это главная цель в жизни. Освобождение от ограничений материального мира, сансара, превосхождение законов природы, например, смертность, перерождение, законов гравитации, хода времени. Все мы слишком ограничены своей человеческой, материальной природой. Но истинное развитие цивилизации не следует ограничивать самой цивилизацией, потому что решение проблемы не находится на уровне самой проблемы. Решение любой проблемы находится в ее трансценденции, превосхождении. Если мы хотим решать проблемы цивилизации, нам надо думать, как выйти за пределы цивилизации. То есть, как из человека стать божеством, бессмертным, независящим ни от земли, ни от пространства, ни от времени, способным жить в любой точке космоса. Как сказал Циолковский, «Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбе». И будущее развитие всего человечества — это становление божеством, обладание такими божественными качествами. Наконец, нашими ценностями являются, конечно, священные тексты. У Панишанды, Ураны, Утихасы, Тантры, Упадеши, мифология, сакральная история. Наконец, важной ценностью для нас является садха. Духовная жизнь, духовная практика. В какой бы традиции мы ни жили, в какой бы культуре, садху всегда узнают другого садху. Это может быть христианский садху, волхвавский садху, индийский садху, может быть какой-то мексиканский садху. Но тот, кто делает духовную работу, он всегда узнает другого. Рыбак рыбака видит издалека. Потому что каждый понимает, что он человек, и у него нет индийского ума, нет английского ума, нет русского ума, нет европейского ума. Как сознание, я не говорю про характер. Характеры есть, и это хорошо. Пусть будет множество характеров, множество традиций. Но садху это тот, кто пытается превзойти свою русскость, свою японскость, свою индийскость, свою мексиканскость, свою немецкость. Он пытается выйти дальше за пределы этнических, национальных и культурных ограничений. И он пытается прорваться во внутренний космос. В безграничную внутреннюю трансцендентную реальность. И тогда любой садху, на любом конце планеты, он поймет другого садху. Он увидит другого садху. Он его обязательно узнает, он признает. Потому что те люди, которые делают духовную работу, они примерно мыслят одинаково, несмотря на разные культуры. Следующий наш принцип – это философия единства. Адвайда, как воззрение. То есть Адвайда-Веданда в ведической, традиционная риска в ведической культуре является объединяющим фундаментом. То есть это философия полного единства. Когда мы говорим, что нет разницы между ненавидами другими, все есть только единый, абсолютный, коллективный мета-разум, пара-брах. И вот устранить эту дуальность невозможно на уровне концепции. Ее возможно только при переживании самадхи, для этого жуна-тапаси, аскеза, особая жизнь, практика, созерцание, внутреннее дело. Есть следующий принцип, он называется дух самая, священная связь между всеми членами общины, нации или культуры, между учениками одного духовного учителя. Наконец, принцип лока-сан-грамма, всеобщее благоденствие, движение к лучшему сценарию будущего, масштабах всего человечества. Что ожидает человечество в будущем? Какой сценарий потериализуется? Сейчас мы можем видеть, как происходит битва, сражение между множеством разных сценариев будущего. Есть сценарий глобализации, есть сценарий развития этнических культур, а есть сценарий перехода к богочеловеческому. И эти сценарии между собой, они как бы играют, сражаются за то, какой сценарий потериализуется. Есть антиутопии, есть кибербанковские антиутопии, есть различные формы социальной фантастики. Какой сценарий потериализуется? И мы предложили примерно в 2007-2006 году свой сценарий будущего человечества. Это сценарий перехода к богочеловеческому. Нам не нужны антиутопии. Оруэлл, Замятин и прочее. Нам не нужны кибербанковские антиутопии. Нам не нужны апокалипсисы, катастрофы, как в фильме США 2012. Это плохие сценарии. Нам не надо на них сосредотачиваться, потому что сила коллективной мысли миллиардов людей может материализоваться. И одна из проблем, которая возникает в Соединенных Штатах Америки, я думаю, в том, что они слишком полюбили фильмы-катастрофы. Они нарисовали много негативных сценариев. А если ты задаешь миллионам людей эти намерения, это называется на санскрите «Санкальповидья» — «Искусство управления реальностью силой и намерения», эти сценарии начинают материализовываться. Я вижу, одна из также задач этого семинара как-то предостеречь от негативных сценариев будущего. Создать светлый, позитивный сценарий. Не обязательно он должен быть по шаблону для всех один. У каждого может быть свой сценарий светлого будущего. Но, может быть, эти сценарии могут быть объединены идеей любви, красоты, единства всего человечества, гармонии и стремлении к Божественному. Наконец, принцип «арупадай» означает всеобщее просветление и просвещение всего человечества. Очевидно, что нам нужно вести духовную работу. Нам не надо никому навязывать свои взгляды, но нам надо быть активными. Потому что, если мы не будем вести духовную работу, то, как говорится, святое место пусто не бывает, кто-то будет вести другую работу, которая будет объяснять, что самая главная в жизни – это купить новый шампунь вам по телевизору и вашим детям. Если мы будем мириться с этим постоянно, то это станет доминантом, и это уже стало, к сожалению, доминантом. Потребительская культура, потребительская цивилизация, интересы корпораций – это никто не отменял, и мы живем в этой реальности. Я не считаю, что нам надо с этим бороться. Я считаю, что любая культура достойна уважения. В том числе, даже потребительская. Если кто-то хочет быть потребителем, это его право, это его свободный выбор. И кто мы такие, чтобы разубеждать? Если в Соединенных Штатах по четвергам в день благодарения сейчас люди выходят из дома и выстраиваются в очереди, чтобы купить товары дешевле, потому что фирмы и корпорации дают скидки в этот день, то есть дешевая распродажа. Это их право. Они могут это делать. В этом принцип свободы личности. Однако наше право также говорить о наших ценностях, и наше право также заявлять об этом. И наше право говорить, что мы свои ценности тоже уважаем, и транслировать их. Я считаю, если мы не будем сидеть сложа руки, а будем поддерживать эти ценности, говорить о них, это будет хорошо для общества. Если потребительская культура имеет право на активную трансляцию своих смыслов, на экспорт внутренней сложности, то почему духовная культура не имеет этого права? Она также должна пользоваться таким же правом. Если вам рекламируют телефон, йогурт или шампунь по телевизору, то, наверное, духовные люди имеют право то же самое по телевизору сказать. Стремись к освобождению, будь осознанным, и к просветлению, медитируй. Почему нет? Если мы говорим о подлинном бюрализме и демократии. Таким же образом, есть взаимоотношения Бога ученик, как фундамент духовной культуры аринской ведической нации. Есть также принцип санга, ведическая община, как уникальное, драгоценное поле для духовного развития, космическая семья будущих боголюдей. Есть также принцип древо-прибежище, парампа, сам продави. То есть связь с божественными предками, связь со святыми, связь с теми, кто уже реализовал святость, божественность, находится в других планах бытия, но эта связь всегда поддерживается, она живая, она не мертвая. Связь со своим древом-прибежище, это как бы, именно это и есть наша духовная лестница эволюции. Также есть принцип иштидевата, избранного божества. Избранное божество это как бы наш идеал, то, чем мы сами должны стать в будущем. Избранное божество может быть любым, но когда мы его выбираем, мы как бы выбираем свой сценарий будущего, свою логику эволюции и развития. Мы хотим сами стать божеством. Также очень важным принципом является сатсанг, святая компания, святое общение, давшим общение со святыми, с мудрецами. Потому что то, что мы можем получить от мудрецов, нам самим очень трудно порой бывает получить. Такое общение может значительно ускорить нашу духовную эволюцию. Кроме этого, есть принцип служения севы божественным силам и божественным существам. Это называется сева, карма-йога, и шкама-йога. И вера в то, что олицетворяет всеобщее целое, единый мега-разум, абсолют, брахма. И вот такая вера в единый абсолют, мега-разум, она сведена в определенный свод духовных знаний, который и называется Адвайда-Виданта. И источниками Адвайда-Виданта является Упанишады. Упанишады это части века, именно излагающие метафизику и идеологию духовную. Наконец, есть также различные статусы жизни в нашем мире. Например, Брамачария, искатель, который взял обед Саламудрия, занимается медитацией и поломочиством. Или Грихасха, домохозяин, семьянин. Или Ванапраст, отширин. Тот, кто удалился в лес и вместе с женой, но уже отошел от дела, типа, как человек на пенсии. Но он не смотрит телевизор, он занимается медитацией, читает священные тексты, читает мантры, он старается открыть тот светлый сценарий образ будущего своего Я за счет Адвайда-Медитации. Наконец, Анясин, монах, тот, кто оставил мирскую жизнь, чтобы полностью предаться медитации и созерцать. Все это ступени духовной жизни, которые очень важны для нас. Когда я жил, в детском возрасте меня ничему не учили такому. Если бы я знал в пять или в шесть лет, что есть монах или отшельник, или, может быть, брамачарь, я, может быть, с самого детства сам стал монахом. Но в то время были пионеры, октябряты и коммунисты. Ни отшельников, ни монахов. Такая культура была. И, глядя сейчас на нынешнюю жизнь, в каком-то смысле я завидую тем маленьким детям, которые могут это видеть и могут слышать. У них гораздо лучше. Также очень важным понятием духовности является дикшн. Это инициация для духовного подвижения. И, наконец, последнее, это табаси. Духовная работа, духовное подвижничество, аскеза, говоря наше. Интенсивная духовная практика. Если мы хотим повысить уровень своей самоорганизации, прорваться, сделать какой-то прорыв в эволюции, нам нужна аскеза подвижничество. Просто так никакие достижения сами не приходят. Они приходят в результате небольшой работы над собой превосхождения своих ограничений и человеческой природы. И я считаю, в масштабах нации такая аскеза уже выполнена. Бывший советский народ в каком-то смысле выполнил такую суровую аскетическую практику. И результатные плоды такой аскетической практики обязательно должны проявиться в виде духовного пропускания. С вами Джоак. Как вы видите, дальнейшее развитие арийско-ведической культуры на территории России и, в принципе, целого мира? Какие этапы возможны? Ваш небольшой прогноз. Я считаю, что если следовать логике развития, должно увеличиваться количество духовных людей, независимо от конфессий, национальных, культурных, расовых принадлежностей. Садху. Большое количество садху. когда появится большое количество духовных людей, духовных искателей, то сам дискурс в обществе, сама полемика о смыслах и ценностях, она тоже изменится. Люди будут обсуждать не правительство и не цены. Люди будут обсуждать божественные вопросы, вопросы божественной реальности духовного мира. То есть изменится сам идеологический базис. И эти садху должны быть выращены, вот они сейчас, возможно, эти ростки появляются. Когда появится много духовных людей, появится духовная культура, целый слой и кластер, множество разных духовных культур, храмов, общинных, конфессий, это станет нормальным, нормой жизни. Просто ценности у людей сменятся приоритеты потребительских на духовные. А что будет дальше, если такие общины будут развиваться, в них появится много святых. Потому что духовная жизнь, ведь она не предназначена просто я духовный человек и все. Духовная жизнь это проблематика сразу. Если я духовный человек, значит я иду по пути, а куда этот путь ведет, он ведет к вершинам, а что там на вершине, как достичь, что надо практиковать, чтобы обрести эту вершину. То есть если появится община духовных людей, в них много появится святых ситхов, мастеров, учителей, и появление критической массы таких святых людей, оно откроет совершенно запредельные ценности и смыслы, о которых нам трудно сейчас даже говорить. Оно сместит общую парадигму науки, культуры и мышления и даже экономики из области дуальной аристотелевой логики в область нечеткой логики, а ныкантовады это называется, в область сатарка логики, интуитивного мистического постижения. Скажем так, это уже будет мистическая, божественная ценность. А если появится много святых, то силы сознания такие святые могут даже изменить законы, фундаментальные константы законы этой реальности, призвать божественные энергии, божественные силы, и тогда мир может сильно измениться. Например, все люди станут бессмертными. Или наступит всеобщая изобилия и процветания, изменится климат станет более мягким. То есть жизнь на земле может напоминать какие-то райские обители, чистые страны. Арияна Вайджа называется, арийский рай. Если дальше духовные люди будут исполнять свою духовную работу, то рано или поздно они станут божественными существами, они выйдут из привычных законов времени, пространства и даже оторвутся от матушки земли. они выйдут в открытый космос за пределы галактики и солнечной системы. Силой сознания смогут создавать мандалы, такие тоннели реальности, в которых сейчас живут только боги. я думаю это будущее нашей цивилизации, будущее наша революционная стратегия, какие бы понятия не было может быть кому-то это кажется фантастикой, но это не моя фантазия, я ничего не говорю от себя, я это прочитал в священных текстах, я это услышал от своих духовных учителей, я абсолютно в это верю, я живу этим. Спасибо, с вами Джейм. С вами Вячеслава Андрея Федоровича, и с вами подводя общий знаменатель, послушав каждого участника, мы понимаем, что чтобы аристско-ведическая цивилизация развивалась, возрождалась и распространялась на благо всех живых существ, от каждого из нас зависит это, и каждому из нас нужно продолжать путь эволюции сознания, нашей энергии, наше тело, можно сказать, что это общий знаменатель встречи. развитие аристско-ведической цивилизации это внутренняя духовная практика и распространение этой культуры помощь другим. мы благодарим всех участников круглого стола. Мы хотели бы подарить вам небольшие подарки. От нас всех вот эти цветы. основная часть участников выступит сегодня в течение дня с лекциями, которые помогут глубже раскрыть тему ведической культуры и знания. Те, кто передавал свои вопросы, мы зададим их чуть позже учителям и ответы обнародуем у нас на сайте. Смотрите, обязательно они там появятся.